Бесправа на поддержку. На Дакаре 2020 идут марафонские этапы. В этом году они выпали на конец гонки. Сегодня и накануне гонщикам предстояло пройти одни из самых сложных спецучастков, на которых участники ралли-рейда не вправе рассчитывать на техподдержку своих бивуаков. Однако ни один экипаж ни в одной классификации до финиша не доехал. Подробности далее. Десятый этап стал первой частью марафонской гонки на этом Дакаре. 534 километра предстояло преодолеть участникам. Путь проходил по одной из самых крупных пустыни в мире Руб-Эль-Хали. Здесь грузовикам могла потребоваться помощь, которую по регламенту в эти два дня они могли получить только друг от друга. К счастью, синей армаде помощь не понадобилась. Однако уже ставшая привычной картина расположения грузовиков на дистанции сразу начала меняться. Вперед вырвался экипаж Антона Шибалова, в то время как Андрей Коргинов отстал. И исправить ситуацию к финише не удалось, так как организаторы прервали десятый этап из-за сильного ветра. Всем привет! Вот мы находимся на марафонском в Белоке. Первая часть участка для нашей команды прошла хорошо. Все грузовики здесь, все четыре. Не было сегодня технических проблем. Проехали ровно, стабильно. Сегодня день получился не очень длинным. Отменили вторую половину спецучастка. И вот все уже практически все основные лидеры во всех зачетах, они уже здесь на Белоке. Все уже обустраиваются. У нас сегодня все в порядке. Ехали, страховали два экипажа. Ехали за Антоном Шибаловым. Потом подъехали Кондрей Коргинов. За нами еще увязался кузник. И вместе так мы вчетвером приехали на финиш. По итогам первой части марафонского этапа, десятого, весь пьедестал был у российских гонщиков. Антон Шибалов первый на этом Дакаре в третий раз. С отставанием более чем на минуту сотников. Вне зачета, но на третьем месте Эдуард Николаев. Лидер генеральной классификации Андрей Коргинов пятый. Сегодня же вторая часть марафонского этапа отправила участников в обратном направлении Шубай-Тахарат. И вновь через 80 километров дюн. И после предпоследнего этапа турнирная таблица с первыми четырьмя позициями оказалась в расположении наших спортсменов во главе с Андреем Коргиновым и Дмитрием Сотниковым. В зачете дженерали укрепили свои места Коргинов и Шибалов. Дмитрий Сотников поднялся на одну позицию, заняв четвертое место. А уже завтра челнинским спортсменам придется отдать свои последние силы. Впереди финиш. Любовь Захарова, Челны, 24.